Клиника Одесского мединститута Международного гуманитарного университета начала тестировать одесситов на наличие коронавирусной инфекции. По инициативе почетного гражданина Одессы и Одесской области Сергея Кивалова закупили 10 тысяч сертифицированных экспресс-тестов, которые уже сегодня пошли в работу. Также начал полноценно функционировать колл-центр на базе юрклиники Одесской академии. Обратившись на горячую линию, можно получить онлайн-консультацию докторов и кандидатов медицинских наук, записаться на прием, чтобы пройти комплексное обследование и тест на коронавирус. Более того, стартовала работа кабинета телемедицины, сотрудники которого оказывают консультации на расстоянии в любом населенном пункте страны. О борьбе с коронавирусом, которую ведут Одесская юрокадемия и Международный гуманитарный университет в материале наших корреспондентов. 10 тысяч качественных сертифицированных экспресс-систем для определения коронавирусной инфекции были доставлены в университетскую клинику Одесского медицинского института Международного гуманитарного университета. Почетный гражданин города Одессы и Одесской области, инициатор создания клиники на базе МГУ Сергей Кивалов подчеркивает, ни копейки бюджетных денег на закупку тестов потрачено не было. Вот 319 гривен стоит этот тест. Если кто-то приобретает за бюджет значительно дороже, это на их совести. Мы купили за свои средства для жителей нашего города. Тестирование в первую очередь будет осуществляться тем, кто не может себе позволить полноценное обследование. Также тестировать будут медиков, работающих в больницах города Одессы, которые первые принимают на себя удар, непосредственно контактируя с пациентами, а также преподавателей и студентов обоих университетов. Производитель тестов – один из мировых лидеров по производству тест-систем для различных инфекционных заболеваний. Компания с многолетним опытом выпускает также тесты на беременность, сахарный диабет и на употребление наркотических средств. Тесты были сертифицированы в Германии для всех стран Евросоюза и прошли апробацию, показав свою эффективность в странах с высоким уровнем заболеваемости Европы и Азии. Это знак качества Европейского Союза. Сегодня рекомендовано всем странам Европейского Союза. Мы взяли лучшие тесты, которые есть сегодня на рынке и привезли сюда. Привезли для того, чтобы жители нашего города, жители нашей области, все, кто сегодня не имеет возможности оплатить за медицинские услуги, связанные с тестированием, они будут у нас в нашей студенческой клинике. Все это бесплатно. Здесь могут пройти тестирования и в первую очередь, как мне представляется, это все-таки нужно организовать тестирование для тех врачей, которые работают сегодня с больными. Для тех врачей, которые должны проходить тест. По тем протоколам, которые нам известны, они каждые три дня должны проходить тестирование. Перед тем, как сдать кровь для системы, посетителю клиники меряют температуру, пульс, а также содержание кислорода в крови. Первым на себе экспресс-тест проверил президент Одесской юрокадемии и МГУ Сергей Кивалов. Очень важно, чтобы каждый на своем месте внес свою лепту в борьбу с коронавирусом. Кто-то может приобрести тесты, кто-то доставит врача в больницу, кто-то доставит какие-то продукты, кто-то доставит и окажет помощь в другом. Кто-то лечить будет, кто-то ухаживает за больными. Это все реальная помощь в борьбе с коронавирусом. Это сегодня самое важное для нас, для того, чтобы мы все объединились. Все данные вносятся в специальную программу. Ведется жесткий учет результатов тестирования. К слову, результат первого тестируемого, а нужно было подождать 15 минут, отрицательный. Проведя исследование экспресс-тест на коронавирус новый, тест показал отрицательный результат. Я получил консультативный выставок, и сегодня он у меня на руках, что у меня, слава богу, все в порядке. Я хотел бы, чтобы и все жители нашего города, и все, кто придет сюда, получили вот такой консультативный выставок, что они здоровы. Более того, доктора и кандидаты медицинских наук проводят комплексное обследование посетителей. Тест на выявление инфекции COVID-19 – лишь одна из видов помощи, предоставляемых университетской клиникой Одесского медицинского института Международного гуманитарного университета. Отметим, что в первый день работы клиники проверку на наличие коронавирусной инфекции прошли несколько человек. У врачей клиники даже был один рабочий выезд. Кроме того, также проверили охранников медучреждения. Эти люди в первую очередь сталкиваются с потенциальными пациентами. Результат всех проверок первого дня – отрицательный. Процедура диагностики проводится с соблюдением всех правил безопасности как для пациентов, так и для медицинского персонала. Сотрудники клиники используют современное качественное средство индивидуальной защиты. Придя сегодня на этот тест по коронавирусу, очень важно знать свое состояние относительно коронавируса, так как это здоровье родных и близких, также просто окружающих людей. Мне кажется, это очень отличная инициатива Сергея Васильевича по созданию такого центра, по, в первую очередь, бесплатной помощи людям, которые не имеют возможности сдать тест, которые даже имеют, но просто таких тестов нет в наличии. Даже если бы кто очень хотел сдать, но их нет. Но вот я считаю, это очень важно, что есть такая поддержка для наших граждан. Наши студенты, которые сейчас живут в гуртожитках, это примерно более 200 человек, имеют уникальную возможность пройти бесплатно экспресс-тест на коронавирус, так, и чтобы быть выполненными в своем здоровье, так, и для профилактики. В случае выявления коронавирусной инфекции, пациентам будет предложено сопровождение кареты скорой помощи в соответствующие стационары согласно нормативным документам Министерства здравоохранения Украины. Записаться на прием к врачу или на прохождение теста на коронавирус можно, воспользовавшись услугами колл-центра, который работает на базе юридической клиники Одесской юрокадемии. Телефонная горячая линия уже начала свою работу. Запись осуществляется каждый день с понедельника по пятницу с 10 до 15.00. В сегодняшний день работает уже колл-центр при Национальном университете Одесской юридической академии совместно с Международным университетом в рамках инициативы почетного гражданина города Одессы и Одесской области Сергея Васильевича Кивалова начат социальный проект по оказанию помощи гражданам в борьбе с коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день вы можете совершенно бесплатно позвонить по номеру горячей линии 778-30 и записаться на обследование. Если вам показано прохождение теста, вы можете также записаться, вас запишут. Вы совершенно безопасно можете пройти обследование, вы не будете пересекаться ни с одним посетителем. Это совершенно безопасно как для самого посетителя, так и для работников медсферы. В клинике Одесского мединститута МГУ запустили еще одно ноу-хау – кабинет телемедицины. Специальное оборудование позволяет врачам изучить диагноз больного, который по тем или иным причинам не может посетить больницу и оказать всю необходимую консультативную поддержку, в каком бы населенном пункте страны не находился пациент. Мы сегодня в стенах нашей клиники создаем палату инфекционной терапии, а также мы создаем условия для того, чтобы люди, которые находятся на самоизоляции, смогли в случае необходимости получать телемедицинскую консультацию. Для этого у нас есть все необходимые оборудования – это производство украинского производителя. Это очень важно по той простой причине, что сегодня, особенно люди старшего возраста, которые страдают многими заболеваниями, гипертонической болезнью, нарушением функции внешнего дыхания, хроническими и обструктивными заболеваниями легких, не могут обратиться непосредственно физически к врачу, в связи с ограничением и риском для них получить заражение при контакте с окружающими. Здравствуйте, Александр. Мы рады вас видеть. Привет Харькову. Как вы себя чувствуете? Значит, я могу открыть с правой стороны у меня здесь и холтер, и электрокардиограмма опции. На завершающей стадии находится обустройство палат интенсивной терапии и изолятор. В палаты подведены медицинский кислород и устанавливают аппараты искусственной вентиляции легких. Борьба с пандемией продолжается в усиленном режиме и без остановки.